Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить квесты Дейдрических Принцев. Сегодня у нас Клавиус Вал. Собственно, Дейдрический Принц, исполняющий желания. Его сфера дарования сил, то есть исполнения желаний смертных и создания договоров. Клавиус Вал опасен тем, как действует на волю смертных. Его название плана нигде не упоминается. Его квест мы можем начать при первом приходе в Фоу Крит. Собственно, Стражник нас будет спрашивать про собаку и нам добавится в список разное. Поговорить с Лодом, местным кузнецом, который нам и предложит квест. Стражнику ворот упоминал о собаке. В ротах поискать его. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный и злобный зверь. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Меня нужно уговорить, чтобы я его поймал. Умно. Хочешь задаток за свою работу? Ну да. Немного золота сейчас, а остальное, когда я получу своего пса. Вот тебе мясо на приманку. Свежее мясо. Собственно, пойдем найдем этого песика. Квест нам, собственно, выдадит уже сам пес. Пес. Пока что нам нужно его лишь найти. Если я не ошибаюсь, да? Да, именно так. Найти собаку в окрестностях Фолкрита. А вот ты пес. Барбас. Ты меня искал? Да. Ты прекрасно подойдешь. Видишь, меня зовут Барбас. И у меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решишь. Ну что ж, Барбас. А какого рода помощь может потребоваться собаке? Мы с хозяином слегка рассорились. Начали спорить однажды и несколько увлеклись. Он выпинал меня прочь, пока я не найду кого-то, кто уладит наш спор. Я рассчитываю, что это будешь ты. Ну что ж, вроде это не сложно. Давай найдем его. Спасибо. С тех пор, как он меня прогнал, Вайл здорово ослабел. Он больше не может проявляться вдали от своих святилищ. Насколько я знаю, в пещере Хеймара у него есть поклонник. Там мы сможем с ним поговорить. Если все получится, обещаю, ты получишь награду. Только не доверяй никаким его предложениям. Ясно? Ну что ж, теперь нам придется следовать за этой собакой. Следовать нам за ней придется довольно долго. Но, тем не менее, я думаю, мы доберемся. Нам нужно переться где-то приблизительно вот в эту часть или даже дальше. Скорима. По пути нас смогут поджидать бандиты, волки, медведи. Но я думаю, это не проблема для бывалых игроков. А если для кого-то это станет проблемой, то просто снести уровень сложности, да и все у вас будет хорошо. Собственно, собака ведет нас своим путем. Она не ускоряется, она всегда идет с одним и тем же темпом, но переться мы будем довольно-таки долго. Давайте я включусь уже возле обозначенного места. Этот пес является неплохим напарником. И если мы выполним квест и выполним определенные условия, собственно, что-то я заговорюсь сегодня, он может стать нашим напарником. Кроме того, мы получим один из двух дейдерических артефактов. Наш путь также будет лежать через Хелген, который уже разрушен, как вы знаете, и его наводнили бандиты. Так что вам придется повоевать, если что. Вот, собственно, эта пещера. В этой пещере живут вампиры. Поэтому будьте осторожны. Барбаста, гав? Нормально. Не гавкай. Не пали контору. Кстати, он шкириться не умеет. Как вы видите, тут попадаются даже древние вампиры. Одни из самых опасных тварей вообще. Поэтому, повторюсь, будьте осторожны. Скотина, ты посмотри. Теперь придется драться. Ух ты, господи. Что, совсем больные? Не убьешь. Я немножко сильнее тебя, поэтому не убьешь. Добыть прах вампира. А, ну, ок. Наверное, у меня есть там еще какой-то квест. Ах, ну да. Это, по-моему, тоже еще один квест на Дейдрического принца. Ладно. Сегодня займемся Клавиусом. Клавиусом или Клавикусом? Вроде Клавикус. Клавикус Вайл. Зовут этого Дейдрического принца. Кто-нибудь есть? Там кто-то ездит. Ну, определенно. Так, вампир-ученик. Ух ты, твою мать. Хозяин ночи. Хозяин ночи. Ебануться. Да, этих мне просто так не убить. Вы подхватили Сангвинарии Вампирис. Великолепно. Убили. Собственно, как с ними разбираться, я что-то не выкупаю. Они очень сильны, очень дисбалансны. Ну, ладно. Что-нибудь придумаем. Гав. Я думаю, надо ставить определенно ярость Берсерка. По-моему, она у меня как место Крика. Или нет. Ну, сейчас и проверим заодно. Тут сделаем сейв. Даже вот тут. Что это было? А, это все еще Трелл. Рано, 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 рано. Так, вот где-то здесь это все говно начинается. Да. Да, файп, песик, где ты там. Начинай творить свою грязь. Что-то не так. Ну. Хилимся. Так, опять же. Так же, думаю, надо врубать элементную ярость. Ух ты, ё-моё. Ах. Все убиты или еще кто-то остался? Вроде бы все. Фью. А пес на этот раз мне не стал помогать. Ну, нормально. Гнида. Ушлая. Че ты, Барбас? Пойдем. 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 Барбас, мать твою. Да пошли уже. Хозяин ночи, твою мать. Самый мощный вампир, которого можно было встретить. Я его встретил. Полный пиздец. Давай, даже одежду с тебя заберу. где там этот говно пёс давай а вот он лорд вайл у меня к тебе просьба ну ка мне интересно я тебе обязан по крайней мере за то что последние желания моих последних почитателей они так страдали от вампиризма так просили меня исцелить их и тут приходишь ты и прекращаешь их страдания я бы сам лучше не придумал классно ну так чего душе твоей угодно какой договор мы заключим покончить с гражданской войной на моей земле обладать силой или воссоединить вас с барбасом даже не знаю ну пёсик просил чтоб я уладил их конфликт воссоединить вас с барбасом это не сносная псина нет нет отказать отказать ты все равно ничего не можешь что ты предлагаешь есть один топор очень мощный топор такой мощный что я смогу хорошенько повеселиться если принесешь его мне я исполню твоё желание никаких подвохов никаких сюрпризов по крайней мере для тебя помнится он лежит в морозной пещере барбас тебя отведет кто знает он может даже заслужить право и вернуться ко мне ну что ж пойдем пойдем за топором скорпи это первый дейдрический артефакт так нам нужно двигаться аж сюда на другой конец собственно скайрима не помню блин что это за собственно а это точно все я вспомнил с какого это мода мы находимся вот здесь вот где-то пещера вот вот она эта пещера и вот тут вот такой вот срез собственно если запомнить что вот таким вот макаром можно туда попасть то вы можете сократить себе довольно таки довольно таки сильно путь но туда не так то просто подняться поэтому вот что ж давайте-ка отправимся куда-нибудь поближе к указанному квестам месту темное ущелье это нам не подходит наверное вот от волчьего черепа пойду он неплохой напарник но не люблю я напарников скайриме учитывая то что они очень часто мешаются и скрытности если играть персонажами скрытности то они паршивые и когда лучником играешь они тоже особо много пользы не приносят только разве что хорошие маги такие вот как сирана или как тот бритонец который забыл как его зовут блин он в таверне рифтона чела и жала сидит тоже неплохой маг вот когда играешь особенно танком то отлично себя показывает на самом деле ну вот и все а этот пес ну собака все вся уникальность его именно в этом не знаю кому нравится вот именно ходить с псом то та да да без сомнения он именно для вас так эту гору нужно обогнуть так мы и поступим ледяные привидения попал хорошо вот они и рассыпались что за место то я не помню этого места пещера пещера заблудшая эхо понятно идем дальше она нас не интересует в данном прохождении аж драконы не прилетели вот это самое 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 глупое что может сейчас произойти это пролетит какой-нибудь легендарный дракон и кстати почему у меня не сработала элементная ярость когда я ее прожил да да нет вроде все должно работать почему он не крикнул непонятно вот она собственно морозная пещера не помню что здесь на самом деле уже даже и не помню ну да ладно берем топор и уматываем отсюда я бы конечно не против пройтись там и зачистить но сука барбас ёб твою мать ёбаный барбас так собственно топор скорби принимает 20 единиц запаса сил неплохой топор по моему его зачарование изменится если ну если отнести его собственно дайдрискому принцу Вайлу ну вот такой вот топор уникальный по виду двуручный довольно таки красивый и ну сравним по урону еще не дурно так недурственный такой ну не знаю в утро например как двуручный топор мне нравится намного больше хотя и этот тоже достоин определенно вашего внимания что ж давайте ка вернемся к Вайлу пау угадала пау это это пау 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 Продолжение следует... Так, собственно, финишная прямая. Тут сейчас и решится, какой артефакт мы получим. Два артефакта получить одновременно невозможно. Давайте тут сделаем контрольный сейф. Мы вернулись, выполняя свою часть уговора. Молодец! Герой и его верный спутник возвращают принцу старинный артефакт. Это просто... просто роман какой-то. Ну, типа того. Ну, я бы сказал тебе отдавать. Такое чудесное оружие, правда? Думаю, ты можешь меня убедить оставить его у тебя. Но только если ты убьешь этим топором Барбаса. И вот так все просто. Собственно, мы можем убить Барбаса. Мы можем этого не делать. Собственно, вот такие вот два варианта. Я очень хочу оставить этот топор. Мы разворачиваемся и убиваем этого сраного Барбаса. Так не пойдет. Забирай топор и Барбаса в придачу. Скучно с тобой. Придется мне веселиться в другом месте. А взяв Ксину обратно, я получу свою полную силу. Целый мир меня ждет. Я знал, что тебе можно доверять. Да-да-да, у собаки есть хозяин. У хозяина есть колоссальный топор. Все счастливы. Иди сюда, шатка. Не волнуйся. Я позабочусь о том, чтобы он увидел свет. Я доверился тебе. Теперь ты доверишь мне. Окей. О-о-о, так гораздо лучше. Посиди в сапертии в пещере несколько лет. И вкус абсолютной власти станет куда слаще. И жаль, что тебе пришло в голову такое скучное желание, чтобы я забрал пса. Ай, какая печальная нехватка воображения. Подобная нехватка чистолюбия должна быть наказана. Возможно, тебя стоит превратить в червя. Или, может, пару десятков лет в... Хрыпиздеть. А, ладно. Бери мою милость и довольствуйся идею. В любом случае у меня будут ничего сделки поинтереснее. Собственно, квест выполнен. Я могу загрузиться и посмотреть, как изменится топор скорби. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Ну что ж, если мы поступаем так, решаем не убивать Барбаса, мы получаем маску. Маску Клавиуса Вайла. Клавику Савайла. Цены выгоднее на 20%. Прибавка 10 к красноречию. Магия восстанавливается на 5% быстрее. Тяжелая броня. И выглядит довольно-таки стильно. Это отличная маска на самом деле. То есть она мне нравится и по виду, и по зачарованию. То есть это тоже тяжелая броня. Насколько я знаю, хороших чар на собственного голову нету. И этому персонажу я, пожалуй, именно ее и оставлю. Плюс придется подобрать какой-то интересный, тяжелый сет. Топор мне без надобности. Я буду пользоваться либо двуручным мечом, либо вот дуалами. Но это уже такое, это уже мое предпочтение. Давайте-ка мы загрузимся. Сделаю тут еще один сейв. Загрузимся и посмотрим, как изменится топор скорби. Собственно, выбираем, что я хочу оставить этот топор себе. Я хочу поглотить дух бедного мертвого Барбаса. Так он со мной тоже воссыденится. И наверняка Барбас не хочет, чтобы я получил этот топор. Ему так и больше нравится. Твой выбор, друг. Мы все надеемся, что ты примешь правильное решение. Избавь его от мучений. В принципе, это никак на нас не повлияет. Так что Барбаса можно бы и прикончить. Пока, песик. Он мертв. Разумеется. Теперь я могу поглотить его дело и вернуть себе всю мою силу. И больше не слушать его скуляжа. Ну, конечно, он вернется через век другой. Подумай, как я повеселюсь за это время. Топор твой. И не беспокойся за старинку Барбаса. Он сам себе выбрал такого плохого друга. Собственно, статуя воссоединилась. Топор в наших руках. Смотрим предметы. Он каким-то образом поменялся. Нет, ни урон не поменялся, ни зачарование не поменялось. Собственно, вот такой вот обычный топор. На самом деле, мне по душе маска. Но в плане эстетики топор очень и очень неплохой. Вот ручка даже какая-то, как, знаете, оружие изгоев там. Но, собственно, двусторонний топор. С красивым таким орнаментом на нем. Это интересно. Кому, собственно, что понравилось. Мне вот больше, например, импонирует эта зловещая рогатая маска. Что же, дорогие друзья. Друзья, сегодня мы прошли с вами квест Клавикуса Вайла. Дейдрического принца. Что исполняет желание. Квест назывался Собака-друг Дейдра. Вроде бы как-то так. Да, Собака-друг Дейдра. Я вам показал, как получить артефакты. Собственно, два. Получить одновременно невозможно. Ну, легальным способом. При помощи консоли, естественно, можно иметь и тот, и другой артефакт. Но, собственно, либо топор, либо маска. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.